Всем привет! Меня зовут Аня, и сегодня я загляну в свои архивы. Как-то я ездила к себе на родину, в город Кривый Рог, и там я нашла все вот эти вот архивы старых своих работ, старых своих рисунков, блокнотов, зарисовочек. Все это благополучно записала на видео и сложила в компьютер. Я на себе там лежала-лежала-лежала, пока я не решила снять видео для вас. Это очень круто, когда родители хранят какие-то твои детские работы, это столько воспоминаний, столько тепла. Давайте я вам покажу некоторые из своих перлов. Я, как одарённый и талантливый ребёнок, ходила в художественную школу, и там мы много чего рисовали. Очень у нас много было упражнений на поиски цвета. Вот рядом с уткой вы можете видеть работу, в которой нужно было использовать тяжёлые, так называемые, цвета. Сначала нужно было сделать вот эту вот палитру из всяких оттеночков, а потом применить это в картинке. И очень у нас была интересная преподавательница, она очень крутая, мне кажется, она заложила во мне вот это вот чувство цвета. Я надеюсь, оно у меня есть. Мы всегда разбивали наши рисунки по секторам, которые соотносились к какому-то цвету. То есть свет, полутень нужно было разбить на секции, потом каждый вот этот вот квадратик зарисовать отдельным непохожим оттенком. Это была задачка не из лёгких. Конечно, как же без натюрмортов? Это была излюбленная тема для школьников. И я помню вот этот вот мучительный процесс, когда за синей вазой была коричневая драпировка, и нужно было её разбить на очень много разных оттенков, чтобы ни один не повторялся. Мы в основном работали гуашью. Маслом мы писали только уже в самом последнем нашем году обучения детской художественной школы, потому что потом у меня ещё был такой левел-ап. Я о нём ещё расскажу. И я помню, мне очень нравилась вот эта работа с бутылочками, потому что там был какой-то такой розовый персиковый фон, и эти разнообразные бутылки. Мне казалось, что я пангог. Было у нас по графике упражнения нужно было не только отштриховать по форме, там всё сделать правильно, но ещё у нас была гризаль. Это когда рисуешь одним только цветом, например, чёрным, разбавляя его с разным количеством воды. Это, наверное, я рисовала просто так. А, нет, я помню, я устраивала вечеринку по поводу Хэллоуина, и это был постер, который должен был привлечь внимание моих посетителей. О, это очень крутое задание, мы делали его руками. Ну, понятно, чем бы мы его ещё делали. Нужно было принести очень много разных журналов, которые у тебя дома пылились, и нужно было из них вырывать тот цвет, который тебе нужен для своей иллюстрации, для твоего рисунка. И вот, как вы можете видеть, трава здесь явно видно, что сделана из каких-то фрагментов фотографий из журнала. Это было очень интересно. Я потом даже, когда уже в художку детскую не ходила, я себе там что-то, какую-то собаку, по-моему, сделала. Прикольная техника. Здесь мы развивали свои цветовые, вкусовые пристрастия. Это был штамп, который мы, по-моему, делали из картошки. Нужно было вырезать форму из картошки, потом намешать на палитре какие-то цвета, собственно, макнуть в эту краску, и потом сделать разнообразные штампы. Было очень весело и очень прикольно. Боже мой, а с этих рисунков всё и началось. Это мои самые первые рисунки в художке. Я помню это задание. Нужно было нарисовать несколько котов из геометрических фигур. И вот здесь вы можете видеть из треугольника кота, кот из круга, и у меня ещё, по-моему, был кот из квадрата. Ооо, а это уже левел ап. Это автопортрет. Наверное, это была практика, потому что я не зря на зелёном фоне. И я себе тогда думала, что я просто безумно похоже нарисовала, и что я вообще просто гениальный художник. А рядом это у нас было какое-то творческое задание. Мы должны были нарисовать город в определённой цветовой гамме. И здесь у меня, по-моему, должен был преобладать розовый. Главное, что церковь на переднем плане. Это мои две самые любимые работы. Мне очень нравилось, как я нарисовала красную банку. И вообще вот у меня этот натюрморт вызывает самые тёплые воспоминания из художки. А справа это натюрморт, который мы выполняли тогда для нас в экспериментальной технике. Нужно было рисовать точечками. Суть в том, что ты ставишь точечки разного оттенка рядом, и потом на дальнем расстоянии они у тебя оптически смешиваются, и получается оттенок. И это, конечно, для нас в детстве была такая магия. Отложив папку с художкой, я приступила к папке, которая была, так сказать, с авторскими проектами. Я очень в детстве любила рисовать комиксы. И у нас с друзьями со двора была такая фишка. Я нарисовала всех нас более взрослыми, и в манере комиксов у каждого была какая-то своя суперспособность. И я про нас рисовала приключения. И я помню, что я даже выходила во двор, садилась на лавочку, брала там карандаш, и ребята сидели рядом со мной, и мы придумывали весь этот сюжет, прорабатывали детали. После таких черно-белых комиксов я пошла выше и делала уже цветные. Серия комиксов называлась «Суперсильная команда». Именно это значит аббревиатура ССК. Как вы можете заметить, на обложках есть все суперсилы, там вода, земля, огонь, воздух. Моя суперсила заключалась в том, что я могла превращаться в любое животное, и у меня были такие милые ушки. А еще у меня в детстве было очень много животных, и в частности котов. Это моя самая любимая кошка Келли, которую вы можете видеть в красном бантике. Портрет был выполнен с поразительной точностью. Приблизительно в 12-13 лет я попала под волну влияния культуры эмо. И, конечно же, я очень много рисовала всякой такой фигни. А вот, пожалуйста, предлагаю вашему вниманию двух прекрасных дам, которые одеты в стиле эмо по последним модным новинкам того времени. Был у меня еще такой блокнот, в котором я рисовала разные просто картинки, связанные с эмо. Из этого разворота мне больше всего нравится девочка, которая поедает сердца. Я, по-моему, в своем видео про вопрос-ответ упоминала, что в детстве я хотела стать модельером. И сейчас я вам покажу наброски тех самых модных одежд. У меня была отдельная папка, в которой я складывала рисунки с разнообразными нарядами. Я придумывала какие-то разные коллекции. И вот это, например, была коллекция вечерних платьев. К каждому наряду я обязательно должна была придумать название. О, мне вот эти вот два платья очень нравились, особенно Карлэйва Ночи. На некоторых платьях я рисовала какие-то рекламные предложения. Например, значок New или Цену. Всего за 60 тысяч долларов. Коллекция открытая личность. Это, наверное, потому что у нее декольте было открытое. Мне очень в детстве нравилась группа Black Eyed Peas. И, в частности, ее солистка. Так, в общем, посвящая ей, я создала коллекцию одежды эксклюзив. Я даже срисовала с нее позу. И мне хотелось сделать все в определенных цветах. Там фигурировали черный, оранжевый, красный. Очень модные туфельки с острым носком. В коллекции также присутствовали брюки, помимо платьев. Это вам не шуточки. Ну а теперь я покажу вам работы, которые создавались уже в старшей художественной школе. После окончания младшей художки мы спустились в подвал и учились у преподавателя, который был настоящим художником. И учил нас настоящей масляной живописи. И вот именно там, мне кажется, у меня был самый такой яркий прогресс. Эта картина висит у меня дома. У меня к ней только теплые чувства. А еще я расписываюсь на всех своих картинах как А.Мол. У меня был такой творческий псевдоним Аника Мол. Потому что Ла Макина, наоборот, если перевернуть будет А.Мол. И я до сих пор подписываю свои картины, которые именно живопись. А свои иллюстрации я уже подписываю Ла Макина. И вот эта картина была написана в 2010 году. Боже мой, это же было 6 лет назад. Это такой суровый криворожский натюрморт. Потому что здесь все сделано в таких коричневых и красных тонах. А этот натюрморт мы сами себе ставили. Мы решили сделать что-то в новогодней тематике, потому что мы устали от всех этих яблочек, бутылочек. И нам хотелось нормальную бутылку шампанского нарисовать. Этот натюрморт сама писала для себя дома. Я просто обожаю пионы. И мне захотелось запечатлеть это в масле. Вот, пожалуйста, работа с пленера. Мы с мамой ездили на море в палатках. Я брала с собой, конечно же, весь свой этюдник с маслом. Садилась на берегу и писала. Юный художник. В этой старшей художественной школе нас готовили к поступлению. Потому что мы все изъявили желание идти куда-нибудь в высшее учебное заведение. И на рисунках мы рисовали гипсовые головы. Вот это, по-моему, Диана. Были какие-то просто фигуры. Куб, шар. И, конечно же, Сократ. Ну, а напоследок покажу вам самый вкусный натюрморт. Я его просто обожаю. Это мой самый любимый натюрморт из художки. Я даже не знаю почему. Может, мне просто нравится эта голубая табуретка. Или то, как я здесь писала мазки. Мне нравится, что у меня в детстве, ну, то есть в то время, у меня была такая живая манера письма. И вот, глядя на этот натюрморт, мне прям хочется, у меня прям руки чешутся, взять и еще пописать маслом. Но, к сожалению, я куда-то девала свои масляные краски. У меня прям целый пакет был с масляными красками. Я куда-то их просто, не знаю, потеряла, забыла. Надо еще раз сходить в академию, а если не найду, то я уже, не знаю, покупать новые. Боже, они такие дорогие. В общем, это все, что я наснимала, когда была дома. Я надеюсь, вам было так же интересно смотреть, как и мне. Это прям вот сокровище моего детства. Буду рада всем обсуждениям в комментариях, поэтому пишите, пишите, пишите. Спасибо, что посмотрели. Увидимся очень скоро в следующем видео. Я надеюсь, я буду там что-нибудь рисовать. Хорошего вам дня и творческих успехов. Пока! Я про детские работы расскажу. Уходи. Письмо. Саша! Ты сказал, письмо. Я вот выставлю это, и мама посмотрит. Какой ты мигантин. Ты бабушка. Я выставлю. Я выставлю.